МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». Карачаево-Черкесию посетил вице-премьер России Денис Мантуров. В ходе двусторонней встречи глава Минпромторга поддержал ряд инициатив главы Карачаева-Черкесии по развитию промышленности. Стороны обсудили расширение, модернизацию и строительство новых производств, докапитализацию регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создания в Карачаево-Черкесии индустриального парка на базе бывшего автомобильного завода «Дервейс». Денис Мантуров заявил о том, что готов поддержать озвученную инициативу Рашида Тимрезова по созданию производства канатных дорог. В ходе двусторонней встречи Рашид Тимрезов поблагодарил Дениса Мантурова за внимание к развитию промышленного комплекса региона и за то, что министр лично дал официальный старт Году развития промышленности в Карачаево-Черкесии. В рамках рабочей поездки вице-премьер дал официальный старт Году развития промышленности в республике и принял участие в церемонии открытия нового завода по производству гипсокартона компании «Хабесгипс». Новый завод мощностью 15 миллионов квадратных метров гипсокартона в год будет производить и реализовывать продукцию, помогающую обеспечить технологический суверенитет нашей страны вместо иностранных аналогов. Сегодня строительная отрасль в России активно развивается и потребность в продукции нового завода достаточно высока не только в Карачаево-Черкесии, но и за ее пределами. И, конечно, одним из важнейших практических эффектов от запуска нового производства является более 180 дополнительных рабочих мест. С учетом сегодня потребности строительной отрасли, запрос на номенклатуру, на поставку той продукции, которая будет осуществляться Годельским заводом, она значительна. И это, в первую очередь, внутренний рынок, с учетом потребления при строительстве и жилья, и промышленной, индустриальной недвижимости, торговой недвижимости. Это и в республике, в Северном Кавказе, на Северном Кавказе, в целом по России объемы потребления существенные. Я хочу сказать, что перспектива предприятия хорошая. Хочу поблагодарить руководство республики за поддержку этого проекта, собственников этого предприятия, за те, не только желания, но и за стремление в реализации и доведение этого проекта до логического завершения. Высокопродуктивные, чистопородные племенные животные – основная тема форума развития овцеводства на Северном Кавказе. Он проводился два дня на Ставрополье в Минводы-Экспо. В его работе принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. На форуме была представлена небольшая выставка овец разной породы. Альбина Ланкова продолжит тему. На форуме представлены высокопродуктивные племенные животные. Количество голов – девять. Черноголовый баран породы Дорпер родом из Африки. Он относится к числу перспективных во всем мире. Рядом с ним – баран породы Шарале. Рога ему срубили, любил бодаться. Но он один такой горделивый. Остальные – приветливые. А в этой клетке стоит овечка породы Свифтер. Ее кличка Терри. Получили ее путем эмбриотрансера. Привезли ее из нашей республики поселка Ударного. Ценность ее не только в мясе. У нее хороший мех, который потом можно использовать в производстве текстиля. В соседней клетке представлен баран голландской породы. Овцы цварбли с мясомолочного направления приспособлены к горным пастбищам. По некоторым показателям они схожи с нашей местной корчаевской породой. Первые опыты по скрещиванию принесли хорошие результаты. Какой конечный вес у взрослого барашки? Взрослый баран этой породы достигает живой массы 110-130 килограмм. Овцематки тоже крупные, весом 80-100 килограмм. Спокойно выкармливают трех ягнят, молочность до 300 килограмм молока. Актуальность развития овцеводства для республиканской экономики обозначена на уровне руководства Карачаева-Черкесии. Улучшение местных животных, статус. Если улучшать, то только карачаевская порода. Есть. Мы сделали несколько вопросов. Есть преимущество удлинённое. Она удлинённая. В рамках общероссийского форума прошло совещание на тему вызовы и потенциала развития мясного овцеводства в России. Мы с коллегами посмотрели такую небольшую выставку. И то, что сегодня овцеводство развивается в нашей стране, я считаю, что в первую очередь всё-таки на Северном Кавказе и в Карачаево-Черкесии, в частности. Это, конечно, в первую очередь заслуга наших овцеводов. Они своим трудом, трудом таким тяжёлым, непростым показывают результаты. В Карачаево-Черкесии почти 1 миллион 200 тысяч поголовьев. Глава региона выразил уверенность в том, что поддержка, оказываемая государством, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, дает уверенность в дальнейшем развитии овцеводства в нашей республике. На примере группы компаний Домотэ, если бы они сегодня не вливали такие и крупные финансовые средства, и, конечно, те идеи, те научные разработки, касается и генетики, и те современные производственные мощности, конечно, вряд ли бы у нас без такой синергии что-то получалось. И вот здесь я, конечно, хотел бы отметить, Нома Александрович, вашу большую работу. Всё-таки потребитель просит, чтобы на полке магазина каждый день находилась качественная продукция, в хорошей упаковке. Отдельно хочу здесь слова благодарности в адрес компании Домотэ сказать, что сегодня мы видим уже вашу продукцию на полках магазинов. Андрей Разин, говоря о нашей республике, отметил популярность мяса баранины корчайской породы, известного своими высокими вкусовыми качествами. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева, Черкесия, Минеральные воды. В селе Дружба готовится первая в этом году отправка посылок военнослужащим в зону специальной военной операции. Всё необходимо, а это тёплая одежда, носки, продукты питания, предметы личного пользования. Собрали жители Дружбы и Общероссийский народный фронт во главе с Людмилой Капушевой и региональным отделением Союза женщин России. Марина Барлакова, председатель Союза женщин республики, получила благодарность от Единой России за поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих, участников СВО и нуждающихся в помощи людей. Она поблагодарила всех неравнодушных жителей и отметила, что и дальше будет активно работать в таком же направлении. Особо хотелось бы поблагодарить районные женсоветы нашей республики за активное участие в акции «Сердце матери», поблагодарить активных неравнодушных граждан нашей республики, поблагодарить жителей села Дружба, которые принимают активнейшее участие в этой акции. В селе Дружба есть такой молодой человек, Эзиев Мырзай. Хотелось бы его от имени регионального отделения Союза женщин России поблагодарить за его активную жизненную позицию, за большую помощь в распространении информации. Хотелось бы передать привет нашим военным служащим, которые сейчас на защите рубежей нашей Родины и пожелать им крепости, боевого духа и всего самого наилучшего, и скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. В селе Первомайском Малокарачаевского района появился свой Дом культуры. Строительство объекта уже практически завершилось. О том, как будут проводить свой досуг первомайцы, расскажет Алла Качиева. Что такое для села Дом культуры? Это центр общественной и культурной жизни людей, место их общения, развития и выявления творческих способностей. Словом, это сердце и душа населенного пункта. Так вот, совсем скоро в 6000-м селе Первомайском в своей двери распахнет новый современный дворец культуры. ДК здесь не было со дня основания населенного пункта. В свое время был кинотеатр, который в последние годы находится в аварийном состоянии. Общественные и культурные мероприятия приходилось проводить на базе образовательных учреждений Малокарачаевского района. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашид Париспевича Тимрезова о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-сметная документация. Строительство объекта проводилось в рамках государственной программы Российской Федерации развития культуры и туризма на 2013-2020 годы. Было начато в октябре 2021 года. Мы закончили к концу 2022 года, в декабре. Год и два месяца где-то. Жители села Первомайского внимательно следили за ходом строительства дома культуры. Ждут, не дождутся открытия. Теперь здесь они могут проводить свой досуг, собираться, обсуждать и в последующем реализовывать социально-культурные инициативы. А также в ДК созданы прекрасные условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства подрастающего поколения, для их патриотического воспитания. Дом культуры – это обязательно нужно для молодежи, потому что сейчас для молодежи, кроме интернета, они ничем не занимаются. А здесь соберутся, хоть пообщаются друг с другом, кто-то что-то интересное расскажет, кто-то что-то интересное покажет. Всё равно для детей это очень хорошо. Мы рады, что построили вот этот дом культуры. В Доме культуры села Первомайского расположены кабинеты для работы нескольких кружков. Гримёрное, костюмерное, административные и хозяйственно-бытовые помещения, а также универсальный актовый зал на 300 мест. Его оборудует техника для видеопоказов, проведения массовых мероприятий. А ещё в Доме культуры будет располагаться и сельская библиотека. При планировании здесь учли всё. Здания адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть своя автономная котельная. Будут полностью соблюдены все меры безопасности. Алла Качиева, Либастанов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. На этом наш выпуск завершён. Далее смотрите интервью министра внутренних дел Карачаева-Черкесии Олега Мальцева. Слово Мадини Каракетовой. Гость актуального интервью генерал-майор полиции, министр внутренних дел Карачаева-Черкесии Олег Валерьевич Мальцев. Ветомство он возглавил в октябре 2021 года. В систему МВД Олег Мальцев пришёл в 1983 году. Окончил Омскую высшую школу МВД СССР и начал службу в должности оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Красноуральского горосполкома Свертловской области. С 1997 года работал на руководящих должностях начальником ОВД города Красноуральска, заместителем начальника полиции МВД, а затем и заместителем министра внутренних дел Паудмуртской республики. Герой нашей программы также большой поклонник футбола. На матче, посвящённом столетию Карачаева-Черкесии, забил в ворота противника решающий гол. Профессионально занимается плаванием. В составе команды «Динамо» принимал участие в европейских играх полицейских и пожарных. В арсенале наград – медали международных турниров. Олег Мальцев лично был знаком с выдающимся конструктором стрелкового оружия Михаилом Калашниковым. Совместная фотография на самом почётном месте в кабинете, а воспоминания об Ижевском мастере – самые тёплые. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Итак, завершился 2022 год, и это, как правило, время подведения итогов. С какими итогами пришёл этот рубеж Республиканского министерства внутренних дел? Если говорить об итогах работы, то в целом можно отметить, как работа была достаточно стабильной и в плане оперативной обстановки, и в плане совершаемых преступлений. То есть немного мы увеличили на 2%, но в целом, если говорить о цифрах, то 4436 преступлений в этом году совершено, и в прошлом 4345. То есть, ну, по сути, там 100% это, вернее, 100 преступлений – это, скажем так, такое отклонение незначительное. Поэтому можно в целом говорить, что мы ситуацию в Республике удержали на таком стабильном уровне. Причём уровень преступности, который определяется, ну, в целом, как критерий, берётся там количество преступлений, совершённых на 100 тысяч населения. У нас этот показатель составляет 944 преступления, а по России – 1351. То есть мы в целом относимся, скажем так, к той группе субъектов, которой уровень преступности ниже среднего. Поэтому обстановка в целом такая. Если разбирать по, скажем, конкретно преступлениям, то в целом идёт снижение. И по тяжким, особо тяжким преступлениям, вот, скажем, убийств было совершено в прошлом году 21, то в этом 14. То есть, как бы, то есть снижение такое достаточно существенное. Вот, уровень преступлений против собственности тоже в целом небольшой, но снижение есть на 3%. Более активно сработали подразделения, такие как БЭП и Центр профилактики экстремизма. То есть там преступления латентные, то есть знаете, да, о чём мы говорим, то есть их на поверхности нет. Сотрудникам приходится самим их выявлять, поэтому нужно сказать, что эти подразделения сработали в текущем году более активно. А чем сегодня более всего обеспокоено руководство Министерства внутренних дел? Мы говорим о, опять же, скажем, профилактике, да, правонарушении преступлений, то вот если в целом говорить об общеуголовных преступлениях, у нас, как бы, уровень достаточно стабильный, то вот в этом году был определенный такой, не знаю, чем его объяснить, это на 30 погибших у нас больше на дорогах. То есть если в прошлом году, в 21-м, было 53, то в этом 83. То есть цифра такая очень критическая для нас. Я даже вот в сравнении не хочу приводить там. Сейчас у нас идёт СВО, и наши жители там участвуют. Так вот, у нас здесь на дорогах погибает больше, чем в СВО. Поэтому давайте сами смотрите, где у нас идёт война, там или здесь. Конечно, меры определенные принимаются. Мы штатные изменения провели, даже пошли на то, что часть оперативных сотрудников сделали штатные изменения и перевели в КИБДД на работу. То есть тем самым увеличив количество патрулей на дорогах на 14 экипажей. Поэтому сейчас собираемся также выходить на Министерство внутренних дел с целью добавления нам штатной численности, с учётом того, что туризм, вы тоже об этом прекрасно знаете, растёт у нас количество гостей, которые посещают Домба и Архыс, увеличивается. Ну и с учётом того, что если всё-таки проект, о котором так много и долго говорят, объединение Красной Поляны с Архызом произойдёт, то, конечно, нам собственными силами точно не справиться. Поэтому будем выходить на Министерство внутренних дел России, чтобы они нам увеличили штатную численность сотрудников ДПС. Олег Валерьевич, а какие преступления на сегодняшний день остаются актуальными для Карачаева-Черкесии и как Министерство внутренних дел Республики намерено с ними бороться? Да, есть у нас определённая головная боль. Это преступления, так называемые, связанные с информационно, с коммуникациями, скажем так. То есть, в первую очередь, это телефоны, это компьютеры. То есть, речь идёт о том, что, скажем, субъектами этих преступлений становятся не только, скажем, население, пенсионеры, там, необразованные какие-то. То есть, у нас достаточно большое количество потерпевших становятся лица, которые имеют высшее образование, то есть люди, которые активно участвуют в повседневной жизни, смотрят новости, читают газеты, там, различные другие явления, где мы постоянно говорим о том, что вот сегодня телефонное мошенничество – это вообще бич, который, ну, просто… Причём это уже не первый год продолжается, это вот порядка шести-семи лет уже идёт такая активная волна, где люди обзванивают, говорят о том, что там есть попытка снятия с вашей карты или там с ваших счетов. И люди, вместо того, чтобы обращаться в те же банки, в правоохранительные органы, они спокойно, так сказать, идут на поводу мошенников и свои собственные средства переводят, отдают. Поэтому из года в год, в том числе, и в этом году у нас данный вид преступления – прирост 19%. То есть, если в прошлом году таких преступлений было 887, то в этом 1055. Как с этим бороться? Ну, понятно, что кроме вот какой-то грамотности у населения остановить это практически невозможно, потому что силами, скажем так, полицейскими это сделать практически невозможно, потому что эти преступления совершаются, скажем, в условиях неочевидности раз, во-вторых, это удаленность, во-вторых, прохождение того, пока человек нам сообщил, пока мы начали вот эту цепочку смотреть до момента снятия с банкомата этих денег. И причем даже там, когда мы устанавливаем лицо, которое сняло эти деньги, сегодня, как правило, это оказывается какой-то студент, который говорит, да, ко мне подошел там какой-то мужчина или женщина, спросил, хочу я заработать в течение пяти минут, хочу, то есть он мне дает карточку, я иду снимаю, передаю ему деньги, получаю, а лицо это, как правило, он не знает, и таким образом мы ничего не имеем на выходе. Поэтому только объяснять гражданам, что делать какие-то манипуляции со своими собственными сбережениями сразу не нужно, да. То есть нужно обратиться, еще раз говорю, либо в Сбербанк, ну или в банк, в котором он обслуживается, ну либо в правоохранительные органы, и только после этого уже переводить куда-то свои собственные средства. Расскажите о взаимодействии с населением, по-прежнему ли открытость Министерства внутренних дел республики актуальна? Взаимодействие с населением – это вообще приоритет работы полиции. Вот с 2011 года, как только милиция перешла в полицию, значит, законом полиции определено, что основная форма взаимодействия это отчеты перед населением, ну и общество. А полиция без общества, как по сути, существовать не может. То есть мы как бы для этого и созданы, чтобы общаться. Но для того, чтобы вот это взаимодействие у нас проходило как бы более эффективно, при Министерствах внутренних дел созданы такие общественные организации, как общественный совет. То есть общественная задача этого общественного совета – как раз аккумулировать мнение населения, его как-то формировать, ну и выдавать обратную связь. То есть, по сути, в общественном совете находятся у нас, как правило, лица, которые имеют определенный авторитет в обществе. Это, как правило, люди с учебных заведений, преподаватели, ректоры, либо это руководители каких-то общественных организаций республики, пресс, как бы, вообще каких-то, да, СМИ. То есть мы стараемся привлечь вот такую категорию населения, которые, как бы, имеют возможность выдавать какую-то обратную связь с населением. Ну и, понятно, есть какие-то другие формы, которые изучают это мнение и передают нам. Мы здесь это обсуждаем, принимаем какие-то меры, ну и, собственно, корректируем свою работу. Олег Валерьевич, думаю, нашим зрителям будет очень интересно узнать, как вам удается поддерживать физическую форму. На столетии республики вы играли в футбол, в футбольной команде, играли за Карачаево-Черкесию. И вот нашим зрителям интересно, вы занимаетесь футболом профессионально, или это ваше хобби? Конечно, это мое хобби, там, как мне кажется, как любой мальчишка, с детства там гоняли мяч во дворах, потом, ну, все зависит от того, стало это, как сказать, делом номер один в твоей жизни или нет, но мне это нравилось всегда. И профессионально никогда не занимался, но никогда и не бросал это дело, поэтому готов и сегодня выйти на поле и там какое-то время этот мяч погонять. Ну, а то, что касается формы, тут тоже никакого секрета нет. Я несколько раз в неделю хожу в бассейн, занимаюсь плаванием, наверное, более профессионально даже, чем футболом. Вот, и ежедневно стараюсь там пройти 10 тысяч шагов. То есть сегодня это тоже модная тема, и рекомендую всех, это действительно дает положительный результат. А на чемпионате мира за какую команду вы болели, есть ли не секрет? На чемпионате мира, да, вот я как бы впервые болел за Аргентину. Понятно, что там на сегодня у нас играл лучший игрок мира, поэтому, мне кажется, все симпатии к этой сборной прежде всего вот именно из-за этого человека. Болел за Аргентину и очень доволен тем, что она выиграла Кубок мира. Олег Валерьевич, огромное вам спасибо за уделенное время. До встречи. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года со скидкой, без первого взноса и переплат от снежки. Черкесск с 24 по 29 января. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Пятигорский государственный университет предлагает уникальную возможность получения качественного высшего образования в заочно-дистанционном формате. В том числе, одновременно с обучением в любых вузах страны и мира. Прием документов до 2 февраля 2023 года. По адресу город Пятигорск, проспект Калинина, 9. Или онлайн на сайте университета. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. 26 января Русский театр Карачаевой-Черкесии приглашает на комедийный спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к 100-летию образования Карачаевой-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из Москвы. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии 18.30. С отелла мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии из Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная. 2Б. 2 этаж. 8 952 836 47 03.